Привет, друзья! Давно я не выкладывал ролики на своем канале. Сегодня, наконец-то, очередное видео на мою любимую электронно-звуковую тему. К тем, кто смотрит нас без подписки, огромная просьба подписаться, потому что это очень важно для нашего канала, друзья. Также в описании вы найдете ссылки на наши ресурсы в Telegram, Telegram-канал и ссылку на мой официальный сайт. В одном из прошлых видео мы делали небольшой самодельный 4-канальный микшерный пульт на двух операционных усилителях и небольшом количестве дополнительных компонентов. Этот ролик вы можете посмотреть по ссылке в описании. Этот небольшой монофонический микшер нам был здесь нужен для домашних репетиций с моими друзьями-музыкантами. Потом мои друзья-музыканты уехали домой, а микшер остался у меня здесь на рабочем столе. Он постоянно подключен в звуковую карту ноутбука, а с выхода микшера сигнал идет на вот такую небольшую колонку. Мне удобно регулировать громкость звука своего ноутбука ручкой пульта, а не виртуальным движком в операционной системе. Кроме того, я могу оперативно подстраивать высокие и низкие частоты, если мне хочется. Недавно очередной раз я здесь записывал одного музыканта, он поет свои песни. И встал вопрос о мониторинге, то есть мне нужно было подключить две пары наушников, чтобы этот человек, который поет песню, мог слышать себя и музыку в наушниках. И соответственно я мог тоже контролировать и слушать, что происходит. Во время первой записи я вышел из положения, используя специальный звуковой драйвер от компании VoiceMeter. Он позволяет произвольно маршрутизировать звуковой сигнал внутри операционной системы одновременно на несколько устройств. Наушники певца я подключал на выход внешней USB звуковой карты, которая была подключена к компьютеру, а свои контрольные наушники я подключал на выход звуковой карты той, что встроено внутрь ноутбука. Через приложение VoiceMeter Banana я направлял сигнал одновременно на две звуковые карты. Это довольно удобно, но присутствует проблема в виде задержки звука. Поскольку сигнал проходит через драйвер дополнительный, через дополнительные буферы, звук в моих наушниках контрольных имел некоторую задержку относительно того звука, который слышал певец. У него наушники были подключены непосредственно в основную звуковую карту, поэтому у него задержек никаких не было. Ну а я как-то смирился, потому что собственно я не пел, я просто нажимал на кнопку записи на клавиатуре ноутбука. После этой первой записи я решил как-то усовершенствовать вот этот маленький микшерный пульт, добавить туда усилитель для наушников, чтобы к нему можно было подключить две пары наушников с раздельной регулировкой громкости. Получилась в итоге нормальная конструкция, все это прекрасно заработало и следующие записи мы уже делали более комфортно. Включая в этот микшерный пульт две пары наушников, можно было отдельно настроить громкость для наушников певца и для моих наушников. Сегодня я вам расскажу как устроен такой усилитель для головных телефонов и как сделать его масштабируемым, то есть сделать его на неограниченное количество тех самых наушников. При желании вы можете сделать его на четыре пары наушников, на шесть, на десять, на сколько вам будет угодно. Если например вам нужно записать хор из десяти человек, можете сделать на десять выходов, на десять наушников и отдельно регулировать звук в наушниках каждого певца в вашем хоре. Но это уже будет такая довольно громоздкая большая конструкция на десять выходов. На эту тему у меня уже есть статья на моем сайте, вы можете зайти, почитать, скачать все материалы. Я разработал несколько печатных плат для разных вариантов такого усилителя. Вы можете скачать и совершенно бесплатно пользоваться на свое усмотрение. Давайте поговорим о схемотехнике усилителей для наушников. С точки зрения теории, усилитель, рассчитанный на работу с наушниками, это обыкновенный усилитель низкой частоты, довольно небольшой мощности. Обычно это намного меньше одного ватта, в основном в пределах 100 милливатт. Поэтому сделать усилитель для наушников намного проще, чем сделать обычный усилитель низкой частоты, который работает на динамике. Если вы забьете в поисковике строку Headphone Amplifier Schematics, то получите огромное количество схем абсолютно разных, на разных компонентах. Часто это вот такие схемы на операционных усилителях и на дополнительных выходных дискретных транзисторах. Практически это такая же схема, что и для усилителя, который бы работал на динамике. И попадаются и вот такие совсем простые схемы на двух транзисторах. Я вам очень не советую собирать такие устройства. Во-первых, потому что качества вы от них не добьетесь. И можете спалить свои наушники, потому что вот как видно из этой схемы подобной, через звуковую катушку наушников проходит ток транзистора, постоянный ток. Это, в общем-то, недопустимо для звуковых схем. На динамик, как на обыкновенный динамик, так и на динамик наушника, маленький динамик, который внутри наших головных телефонов, мы должны подавать исключительно только переменное напряжение звуковой частоты. Любое постоянное смещение может как минимум привести к искажениям звука и даже испортить наши наушники, либо динамики, спалив их нежную звуковую катушку, которая намотана тоненьким проводом. Можно также встретить какие-то экзотические схемы на MOSFET транзисторах, например, вот как это. С этой схемой, кстати, все в порядке. Видим, что наушники подключены через конденсатор, который предотвращает попадание на звуковую катушку постоянного напряжения. Кроме того, можно встретить схемы на электронных лампах, но это уже для аудиофилов-энтузиастов. Классный усилитель, мне он нравится, но не для таких походных условий, как у меня. Для схемы своего усилителя я выбрал самый простой из хороших вариантов. Есть такая микросхема, очень известная, можно сказать, это культовый операционный усилитель для звуковых схем. Называется она NE5532. Микросхема довольно старая, в плане того, что она разработана была довольно давно. Эти чипы часто применяли в микшерных пультах, часто во входных каскадах, в микрофонных усилителях, потому что эта микросхема обладает низким уровнем шума. Сейчас, конечно, есть более современные микросхемы с очень хорошими параметрами, которые уделывают NE5532. Однако микросхема все еще актуальна, производит ее все, кому не лень. Стоит она совсем дешево, и ее можно купить буквально на развес на Алиэкспресс. А для нас с вами в данном случае наибольшее значение имеет ее параметр высокая нагрузочная способность. Это означает, что мощности этой микросхемы достаточно, чтобы мы могли подключить непосредственно на ее выход наши головные телефоны, то есть наушники, и она будет нормально работать. Нам не потребуются дополнительные мощные транзисторы на выходе нашего усилителя. Мы будем подключать наушники прямо к выходу микросхемы. Кроме того, NE5532 отлично может работать с одним источником питания, то есть с однополярным питанием. Наш усилитель будет питаться от того же самого источника питания напряжением 12 В, что и наш маленький самодельный 4-канальный микшер. Это базовая схема нашего усилителя. Она рассчитана на подключение одной пары стереонаушников. У нас есть один стереофонический входной джек, входной разъем, и один стереофонический выходной разъем, к которому мы подключаем наушники. Чаще всего используются джеки размером 3,5 мм. Такой разъем известен как мини-джек. Такой, как у вас, скорее всего, на телефоне или на ноутбуке. Одна микросхема NE5532 – это сдвоенный операционный усилитель, то есть у него в одном 8-пиновом корпусе расположены фактически два отдельных операционных усилителя. Один используется для левого канала, второй – для правого. Поскольку усилитель питается от однополярного источника питания напряжением 12 В, на выходе операционных усилителей всегда присутствует постоянное напряжение, равное половине напряжения питания. Это необходимо для правильной работы операционного усилителя с однополярным источником питания. Поэтому излучатели наушников у нас подключаются через разделительные конденсаторы электролитические C5 и C6 емкостью по 470 мкФ каждый, чтобы постоянное напряжение не повредило наши наушники, о чем я уже говорил раньше. Напряжение смещения, равное половине напряжения источника питания, задается вот этим делителем из двух резисторов и конденсатора C9. Это напряжение смещения подается на неинвертирующие входы операционных усилителей. Также эта штука называется искусственная средняя точка. Со стереоразъема J1 входной сигнал поступает на регулятор громкости на сдвоенном потенциометре. Вот на этом. Это вот такая штука, которая одной ручкой позволяет регулировать два сигнала. Итак, друзья, это у нас базовая схема усилителя для одной пары стерео наушников. Для своего микропульта микшерного я собрал вот точно такую же схему, только в режиме Dual Mono. Я об этом расскажу позже. Ну, потому что мой микшер, он моно, и соответственно, нет смысла делать стерео наушники, подключать в режиме стерео. Получилась вот такая маленькая печатная плата для этого блока. Это вариант платы, на которой установлены все детали, включая регулятор громкости, входное гнездо и гнездо для подключения наушников. Собирать плату нужно вот в таком порядке, как это показано на анимации. Сначала мы устанавливаем самые мелкие компоненты, а потом покрупнее и в конце самые крупные детали, такие как разъемы и потенциометр. Если с такой платой делать усилитель на несколько каналов, то есть на несколько наушников, то входное гнездо устанавливать нужно только одно, только на одной плате. Подразумевается, что у нас один вход для сигнала и несколько выходов на наушники. Возможно, для многоканального усилителя будет более экономно и более удобно использовать второй вариант платы базового блока. В этом случае подразумевается, что потенциометры и гнезда будут установлены на стенки корпуса усилителя. На печатной плате у нас остаются только мелкие детали, то есть резисторы, конденсаторы, микросхема, перемычки. Вон там есть две перемычки. В этом случае нужно использовать аудиогнезда с гаечками, которые можно установить на стенку корпуса. Такие, как я использовал для вот этого моего мини-микшера. В статье на моем сайте есть ссылка на эти гнезда на Алиэкспресс. Собственно, вот схема соединения нескольких таких плат с общим стереовходом. К примеру, если нам нужно три канала, берем три таких платки, три блока. Добавляем внешние детали. Это три сдвоенных потенциометра. Одно входное стереогнездо на 3,5 мм. И три выходных таких же гнезда для подключения наушников. Верхние по схеме выводы потенциометров соответствующих каналов объединяем вместе и соединяем с входным гнездом. Так как входной сигнал должен одновременно поддаваться на входа всех усилителей. В моем случае для двух наушников я сделал всего лишь один вот такой как бы стереоусилитель. То есть Dual Mono получилось. Кроме того, здесь в Турции в условиях на коленке, так сказать, у меня нет возможности сделать печатную плату. Я просто распаял все на макетке. Все остается то же самое. Только вместо входного стерео разъема я использовал два отдельных моноразъема. И соответственно, вместо одного выходного разъема тоже два стерео разъема на стерео наушники. Просто в выходных стереогнездах я соединил между собой контакты левого и правого наушника. Таким образом, когда я подключаю наушники в это гнездо, они оказываются соединенными параллельно. И у меня получилось так, что одна половинка микросхемы NE5532 работает на одну пару наушников, но в монорежиме, а вторая на вторую пару наушников. Само собой, в этом случае вместо одного сдвоенного потенциометра для регулятора громкости, нужно использовать два отдельных независимых одинарных потенциометра. Конечно, это мой, так сказать, частный случай. Мне нужен был именно моноусилитель, поэтому я вам советую делать всегда стерео вариант. Вот как описано в статье, потому что на самом деле параллельное соединение излучателя наушников не очень хорошо для этой схемы, хотя все работает, но на самом деле в два раза уменьшается сопротивление нагрузки нашей микросхемы и это не очень хорошо для звука. Я осознанно с этим смирился, потому что мне важно было сделать это все быстро и нужна была компактность. Вот они, два этих отдельных потенциометра, которые регулируют громкость первых и вторых наушников. И, собственно, все вот так вот у меня здесь в корпусе расположено. Было свободное место, как раз вместился сюда этот усилитель для наушников. Еще много свободного места осталось в этой коробке, можно как-то дальше модифицировать этот маленький микшер. Корпус этот я покупал в местном анталийском магазине радиотоваров, который называется Электромаркет, так же как во Владивостоке. И это на самом деле был самый маленький корпус из тех, что там продавались. Все довольно хорошо работает, громкость регулируется, частотки верха-низу тоже регулируются. Правда, не очень хорошо слышно, вот при записи на диктофон через наушники. Но, на самом деле, когда вы одеваете эти наушники на голову, то все прекрасно нормально слышно. Жалко, что не стерео, но микшерок у меня моно для репетиции, собственно, поэтому стерео здесь не нужно. Еще раз повторю, что вам я советую делать, конечно, в стерео варианте. Редактор субтитров А.Семкин